На самом деле мы очень давно хотели попить с тобой кофе, посидеть, несмотря на то, что работаем в одном здании. Никто не поверит, да, включая нашу маму, но мы очень редко видимся в реале. А если видимся, то так пробегаем, еле успеваем поздороваться. И долго планируем. Да, долго планируем. Сегодня мы хотим обсуждить женщин. Да, может быть, поговорить немножко о наших семьях, поговорить немножко о наших женах, о том, что нас объединяет и о том, что нас развлечает. В таком интересном процессе, помимо радости и веселья, есть также много сложностей. У меня лично в какие-то моменты кажется уже, ну, как же можно дальше и как вообще с этим справиться. Да, я бы попробую... На самом деле я просто понял, что я буду это снимать, я заказал цветы жены, жене. Но так как у тебя опыт намного больше в этом... Сколько у тебя опыт? В каком? В отношениях? В отношениях. В отношениях браке? В долгосрочных отношениях, в семейных отношениях. Дай бог, вот в этом году 9 лет должно быть. Уже много, но много больше, чем я. Больше, чем в три раза... Нет, в два раза. Расскажи, как у тебя это получается? Тяжелая работа. Слушай, тяжелая работа, не секрет, она тяжелая, понятно, но мы все были в отношениях когда-то перед свадьбой, ну, если можно разделить жизнь на такие два серьезные этапа. Как бы ты ни предполагал и не читал, и что бы тебе ни рассказывали про то, что будет за горизонтом там, ты все равно не представляешь, в какую сказку ты попадешь. Это правда. Что у меня работает, хоть не знаю, насколько много, я смогу поделиться. Поделись ты, вот что у тебя работает. Нельзя начать об этом вообще говорить без того, чтобы вспомнить, как, с чего или как это все начиналось. То есть это очень важно, когда, как бы понять, с чего начиналось. Любые отношения, они где-то с чего-то начинаются, и почему-то они продолжаются, либо не продолжаются. Я помню, что вот в моих отношениях с Сарой, когда мы познакомились первый раз, когда я приехал только в Москву, и я увидел Сару, у меня не было такого, ну, точно не было любви с первого взгляда, и точно не было такого, что... Не было? Нет, я объясню просто, почему это важно, потому что в какой-то момент, допустя год-два, что я был в Москве, мы просто как-то так оказалось, что мы оказались вместе рядом, сидели там, может быть, летели куда-то вместе в самолете, оказались рядом, и как-то зашел разговор, мы разговорились, и вдруг, вот это где души называется, встретились, вдруг что-то там зацепило, и с этого момента действительно такое вот что-то произошло. Опять же, я говорю, в начале я не видел, что это человек, с которым я планирую какую-то свою будущую жизнь. На самом деле отношения не складывались очень долго, очень долго я то, что называется, не знаю, в обычном мире, это называется, добивался, но... не добивался, но я находился в каком-то процессе, потому что я в какой-то момент понял, что да, это все-таки тот человек, с которым я, да, хочу быть, и хочу провести всю свою жизнь. Ну да, со стороны процесса выглядел очень интересно, то да, то нет. Со стороны, да, даже не поисковали, ну, по каким-то комментариям я понимаю, что люди, да, рассказывали, как это было. Все следили, как за лучшим сериалом этого года, чем же все это закончится. Это был длинный сериал, длился около четырех лет примерно, да, длинно. И я просто помню какой-то момент в жизни, когда я понял уже, что на самом деле по какой-то причине этого, наверное, не произойдет. Мы не будем вместе, наверное, там, неважно по каким причинам. То, что на тот момент происходило, та реальность показывала, что, наверное, этого не произойдет. Я помню, я сижу, и просто с меня льются слезы, потому что я понимаю, что да, я люблю этого человека, я хочу быть с ним, и я понимаю одновременно, что я не могу быть с ним. Ну, наверное, это не произойдет. И поэтому я понимаю, что это нельзя заставить быть человеком с собой и так далее. И я отпускаю эту ситуацию, ну, насколько это возможно, больно. На самом деле было бы хорошо все-таки, если бы, да, получилось быть вместе. И это уже не эгоистические какие-то слезы, это не вот, ой, какой я бедный несчастный. Это просто такой действительно боль, что что-то настоящее могло произойти, и оно не происходит. И я отпускаю, не знаю, эти слезы что-то открыли потом, скорее всего, потому что через какое-то время вдруг все, ну, как бы, я не знаю, как это сказать, реальность вдруг начинает меняться, ситуации меняются, и то, что было невозможным, становится возможным. И мы становимся, мы начинаем быть в отношениях в какой-то момент, да, то есть картинка полностью переворачивается. Почему я рассказываю про это? Потому что я помню, что буквально за несколько дней или недель, может быть, до свадьбы, это отдельная история, как быстро прожила свадьба, я вспоминаю сейчас этот момент, я иду домой, возвращаюсь, когда мы еще жили вместе, и я вспоминаю, эта мысль ко мне приходит, что ты должен запомнить, почему ты хочешь быть с ней. Не знаю, ангелы, кто мне помогал в тот момент, меня подключили к этой мысли. Ты должен запомнить, с чего все начиналось и для чего это все начиналось. Потому что потом, когда ты… А для чего это все начиналось? Ты сейчас задаешь вопрос, а почему ты любишь? Да, но такой, если человек любит по-настоящему, ответ на этот вопрос нет. Потому что кто-то любит за глаза, кто-то за ноги, кто-то за руки, а на самом деле, если по-настоящему любит, то ты не можешь объяснить, почему. А любит, потому что, когда ты начинаешь быть в настоящих духовных отношениях, ты любишь то, что ты с ним, на самом деле, с этим человеком, ты любишь тот потенциал, который вы достигнете вместе. Здравствуйте. У каждого из нас в жизни периодически наступают непростые времена. У кого-то что-то не идет с работой, может быть, не хватает, чувствуется такая нехватка финансов, есть какие-то сложности в семье, мы теряем друзей. Много разных ситуаций. Это происходит потому, что мы не понимаем, откуда это идет. Мы не понимаем сути, мы не понимаем зерна проблемы. Я занимаюсь кабалой 19 лет. И я могу гарантировать вам, что, изучая кабалу, вы начнете смотреть на любые ситуации в жизни по-другому. Вы начнете понимать, откуда растут ноги. 15 ноября я открываю новый курс «Сила кабалы». Курс, на котором вы получите практичные советы, как решать жизненные вопросы. Первые шесть уроков этого курса, который состоит из 21 урока, они будут бесплатно. Курс будет идти по средам и будет проходить в живом формате онлайн. Вы сможете задать вопрос, у вас будет работа в группах, у вас будут упражнения, будут менторы, будет вся необходимая вам поддержка, чтобы вы могли ответить на насущные в своей жизни вопросы и, возможно, продолжить после этого изучение этой невероятной, великолепной мудрости. Ссылка на регистрацию будет находиться под этим видео. До встречи, пятнадцатого. Слушай, а напомни мне, что ты вообще определяешь как духовное отношение? Потому что я уже... Что такое духовное отношение? Да, что такое? Чем отличаются обычные отношения от духовных? Духовное отношение — это не болезнь. Обычно любовь — это болезнь. Да, любовь — это болезнь. В смысле? Ну, любовь — это болезнь. Люди обычно, когда не любят... Болезнь? Да, почему болезнь? Почему люди... Там много песен написано об этом, да? Да, люди переживают, плачут, это очень тяжело, расставание и так далее. Это болезнь, почему? Потому что... Ты тоже говорил, что ты плакал. А? Ну, ты тоже плакал. Да, но я сказал, что я не плакал. Это не было... Это не были эгоистические слезы. Это не было просто... Вот, что я пытаюсь тебе рассказать. Что я отпустил, я был готов в этот момент все отпустить ради этого человека. Сказал, пусть будет она счастлива. Я очень хочу быть с ней. Я понимаю, что она мой человек, кармический. Это важно для моего роста духовного и так далее. Для этого нужны отношения, для того, чтобы вырасти. Духовно. И я был готов это отпустить. И вот как только, наверное, у меня получилось действительно отпустить со всей болью, которая была, тогда все случилось. Тогда произошли и свадьбы, и отношения. И это просто очень быстро. Но я говорю, что почему я возвращаюсь к этому, потому что это мысль, которая ко мне пришла, напомнить, зачем все это начиналось. И эта мысль много раз после того, что уже начались такие совместные, мы начали жить уже вместе, я женился и так далее. Конечно, были сложные моменты. Были сложные моменты. Непростые моменты, где хотелось, наверное, оставить, уйти, убежать. Есть такое понятие, как настройки производителя. Есть в компьютерах, вернитесь к настройкам производителя. Так вот, ты нажимаешь на эту кнопку, называется перезагрузка тоже, она возвращает тебя к настройкам производителя. Ты возвращаешься в момент, который был до, до того, что ты вступил в то, что называется брак. Ты вспоминаешь, ты говоришь, а, ну, как бы я этого хотел. И там важно там оставаться в том моменте, потому что это была точка роста. Любая ситуация, которая в жизни происходит в отношениях, отношения – это очень сложный процесс, это точка роста. И мы можем либо убежать, да, как один мой знакомый говорил, что вот он разводится в первый раз, в второй раз, в третий раз, да, и вот, говорит, удивительно, что с каждым разом все хуже и хуже. Поэтому убежать, убежать ты не сможешь убежать от этого, тебе придется остаться и все-таки понять, ну, а что я должен был здесь делать. Либо ты убегаешь и встречаешь что-то хуже в результате, ну, худшую ситуацию, сложнее ситуацию, либо ты остаешься здесь, и ты понимаешь, что тебе нужно, и ты справляешься и вырастаешь из этого. Вы вырастаете, как муж и жена, как люди, вы становитесь больше с точки зрения, вы открываете что-то новое в себе, в своих, что вы знали о себе, чего вы не знали о себе. Да, я тебя видел, когда ты был в этом упадке, и мне было больно на это смотреть. Здесь вопрос проявления такой сентиментальности для мужчин, то есть это считается, как проявление слабости для мужчины, а как вот с точки зрения кобылы, как ты считаешь, допустить вот такую ситуацию, где мужчина плачет, или становится таким ранимым, это слабость? В слабости есть сила. Что это значит? Ты не блокируешь себя и свои чувства, и ты, ну, как бы ты лоялен к ним, ты предан, ну, ты знаешь, что ты чувствуешь, да, тебе плохо, тебе больно, ты, как бы, ты не обманываешь себя, это нормально, кстати, потому что в результате мы люди, мы чувствительные, но еще раз я говорю, что это не... Ну, я же такой, знаешь, мужик не плачет. А, мужик не плачет, конечно. Мужик ревет. Но, опять же, но это не значит, что мужик, он черствый, бесчувственный, у него нету, он не может, не способен чувствовать. Было бы, наверное, очень грустно, если бы таким был мужчина, да, или любой человек, у него есть чувства, и он эмоциональный, это нормально, это человечно. И вообще есть такое понятие, которое называется, если это искренние, да, если это искренние слезы и настоящая боль, которая... Иногда бывало, да, я видел очень сильных людей, которые плакали просто от того, что вот просто больно, что-то очень больное или очень трогательное происходит, и человек плачет. А у плача или у слез есть... это инструмент на самом деле. Если они искренние, они открывают ворота, они называются ворота слез. Иногда, когда Мудрец Кабалы говорит, что иногда все остальные врата, когда закрыты, это единственные врата, которые будут открыты. И я очень предполагаю, что то, что открыло мои врата, это именно эти слезы, которые были, я их не контролировал, это просто что-то, что шло изнутри, это была боль на самом деле не на уровне даже тела, это уровень боль души, когда душа понимала, что вот сейчас должно произойти что-то очень важное, два человека должны встретиться, создать что-то вместе, и не дай бог этого не произойдет, это же огромный, это другой уровень боли, он глубокий. Одна из таких болей происходит, когда человек, не дай бог, человек уходит из мира, он чувствует, как много он мог сделать, а он не сделал этого. И у него вся жизнь проносится просто перед глазами, и это огромная боль, эта боль называется ад, кстати. Можно представить, ну тогда уже человек не плачет, душа уже выходит, но если бы мог, наверное, бы плакал человек. И вот эти слезы, они тоже, у них есть сила открыть вата, открыть какой-то канал, то есть это хорошо, если ты не обманываешь себя. Это очень хорошо, гораздо хуже будет, если ты очень много скрываешь, закупориваешь, да, и так далее. Но на самом деле, почему у тебя в какой-то момент ты тоже, наверное, ну смог наконец-то вот создать отношения, ты наконец-то почувствовал тоже, ты стал... Ты сплакнул. Ты сплакнул, но ты позволил вот этому сказать, ну да, я слабый, ну да, мне это важно. И действительно, как Каббала говорит, человек, мужчина без отношений, без второй половинки, это считается половина человека. Интересно, что один ты полчеловека, а вместе ты, по идее, как целый, ну не знаю, по моему ощущению, у нас теперь полтора или три. Ну, это не просто математически, один плюс один, это гораздо больше, это правда. Когда два духовных человека, именно вот люди, которые стремятся, почему я сказал до этого, что есть разные виды любви, но когда любовь, она духовная, когда люди не стремятся что-то взять друг у друга, они стремятся давать, то действительно два человека создают гораздо больше, чем они вдвоем. Это не два, это уже четыре, может быть, шесть, восемь. Я смотрю на примере просто своих учителей в Раве Керен, которые просто создали что-то невероятное, хотя они были абсолютно две противоположности, да, это просто нельзя даже, то есть Раве и Керен, это два противоположных человека, один из религиозного мира, второй из нерелигиозного мира, абсолютно светского мира, но на самом деле они создали что-то вау, просто невероятное. Это то, что называется духовные отношения. То есть не духовные отношения, когда два человека и, похоже, половина, да, то есть нету никакого прогресса, ничего не растет, и поэтому иногда люди говорят, ну зачем нам быть вместе, это правда. Мужчина пока не в отношениях, он, как ты сказал, считается как половина человека? Пол человека, да. С точки зрения кабалы, женщина по-любому является полноценной единицей и до и после. Да, абсолютно. Что за дискриминация? Почему это? Мужчине надо, а женщине не обязательно. Мужчина половинка, а женщина полноценная. Как принять этот факт? Все началось во время греха золотого тельца. Сейчас пойдем в историю. Ну, это то, что произошло, поэтому, да, мужчина для того, чтобы сделать свою духовную работу, ему нужна женщина. Женщина там не упала, где мужчина упал, где мужчины упали. Духовно, исторически. То есть мы, по идее, не можем, то есть нам обязательно, но это то, что я понял, что нам нужно партнер, нам нужна помощь от женщины, чтобы завершить свою миссию. Слушай, простой пример. До отношений, до свадьбы, я был уверен, что я, в принципе, хороший духовный человек. И быстрый, кстати, да. Но у тебя похожая, по-моему, мне кажется, история. Нет, я был и остался медленный, я знаю. Да, но в твоем... С точки зрения моей жены. Как в твоем видении мира ты был быстрый, наоборот, ты куда-то там, да. Но я точно не медленный, я себя не вижу, как медленным человеком. Как-то я разные вещи вот делаю дома, там, по быту или вообще... Даниэль, почему так долго? И Сара говорит, почему так долго, почему так медленно? Я говорю, медленно? Я был медленный, в смысле, я вспотел, в смысле, как медленно, как это может быть? Но то, что я хочу сказать, что вот... Потому что мы в какой-то момент много раз ставим себе здесь такую корону одеваем, и жена помогает ее снять. Это неплохо, да, это хорошо, потому что в какой-то момент ты понимаешь, что ты можешь вырасти в лучшее, быть еще лучше и достичь чего-то большего. Это то, что происходит. Вот тут благодаря таким заметкам, благодаря таким моментам недовольствия, как будто ты можешь либо обидеться, либо можешь взять это вообще на новый уровень в отношениях. Вот. Поэтому я говорю, что как важно, что нам так повезло, да, что мы находимся, мы изучаем, мы находимся в рамках каббалы, и мы это не воспринимаем как обиду или как какое-то унижение, не дай бог, там, нас не ценят. Нет, мы это берем наоборот. Какие самые сложные моменты у тебя, вот, ну, в отношениях? Когда мне говорят, ты медленный. Именно вот это, да? Ну, когда ты сделал, ты вроде бы истарвался, и планировал, и все, и летал. На самом деле, я очень эффективный человек, я таким себя считаю хотя бы, да, я стараюсь все очень эффективно продумать с точки зрения времени, чтобы в общем, много успеть. И когда ты приходишь после, знаешь, как уже, уже все, все сделал, к концу дня ты приходишь домой, и тебе, и тебе говорят, что так медленно, что так долго? Что так долго? Я долго? В смысле, я, 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 я формула-один, в смысле, в смысле, долго. Вот. И тогда ты понимаешь, что ты был не формула-один, мог, ты был формула-четыре, а мог, а можешь еще стать формулой-один. А, а как все-таки ты принял это решение, вот, быть в отношениях, быть, вступить в брак? Надеялся, что ты это не спросишь. Ой. Я же знаю, что ты заказал большой букет, поэтому я не переживаю. Да, само решение было, с одной стороны, сложное, я до конца никогда не понимал, что такое любовь, не знаю, как меня можно из-за этого описать. Чёрствый, нечувственный и так далее. Но я не понимал, в моем понимании не было вот этого формата. И я до конца не понимал, на какой основе мне нужно принимать такое решение на самом деле. И поэтому, может быть, у меня ничего не получалось. И с Эстер, с моей супругой, у нее вот на каком-то уровне похожая тема была. Но если признаться, мы встретились, мы подошли, у нас очень многие моменты сошлись вместе, но мы поняли, что внутри ни она, ни я не хотим долгосрочно быть в отношениях. И, кстати, и у нее та же история с ее стороны, там, ее окружение и меня. Все подгоняли уже много лет. Типа вы уже старики, вы запрыгиваете там в последний вагон или как это называется. Именно с точки зрения духовности и учения, когда мы поняли, что это больше нужно для нашего процесса, какого-то развития, скачка нашего сознания, мы решились на это. Не знаю, насколько это реалистично звучит. То есть обычно принятие такого решения, оно основано на любовь, бабочки в животе, там, вот и такое-такое. И не могу сказать, что этого всего не было. Но это не было в таком формате, как, наверное, нормально это воспринимать. То есть мы реально поняли, что нам это нужно, и мы просто решили прыгнуть в воду. Наверное, это может объяснить наши временные рамки, потому что это одно из смешных вещей. Там мы встретились, мы начали встречаться где-то август-сентябрь, решили пожениться уже в декабре. Да, это я, который всегда избегал там долгосрочных отношений и так далее, и так далее. И в мае мы уже сыграли свадьбу. А посредине мы несколько раз это отменяли. Такой смелый прыжок, понимание, что я дошел до какого-то этапа в своем духовном развитии, учении, и дальше я или приму решение, и риск прыгнуть туда, и посмотрим уже, что будет, или останусь там, где я есть. Доволен, что рискнул? Ну, с точки зрения риск-менеджмента, не знаю, как это оценят. Могу сказать, что на этот момент я доволен своим решением. У нас очень много сложностей, потому что мы очень разные люди. Начиная от того, что мы и по возрасту, и разная ментальность, мы выросли в разных странах, говоря на разных языках. То есть все разное. И взять теперь все это вместе, поместить в одну единицу, в один дом, а потом добавить еще сверх этого три ребенка, это, конечно, делает все очень весело. Очень весело. И в то же время очень интенсивно. Ну, не часто приходилось про это думать, но на самом деле, когда мы говорим про желание, с точки зрения кобылы, что это то, что определяет нашу способность достигнуть тех или иных результатов, я понял, что все-таки в этих отношениях мое желание начало просто расти. Осознанно или неосознанно, это не важно, но я, да, увидел, что я смог вырасти во всех аспектах своей жизни. То есть мне просто пришлось. Она меня заставила, она меня заставила расширить круг своей ответственности. И, ну, с точки зрения кобылы, насколько я понимаю, это то, что позволяет человеку выйти на другой уровень. Ну, ты можешь сегодня сказать, что ты более счастлив, чем ты был до момента? Нет, не могу. Не можешь? Не могу. Но, если честно, откровенно, я с таким опасением всегда говорю, и стар меня поймет. Мы оба про это говорили. Мы признаемся в том, что мы были более счастливы и до. Но в каком смысле? Сразу ремарк. Не вырезайте это. В том смысле, что до отношений мы были более свободны. Мы могли себе позволить то, что мы хотели. Мы могли отдыхать, когда хотели, ехать, куда хотели. Даже если ты тяжело работал, ты все равно был единицей сам по себе. Ты мог управлять сам своей жизнью. Более-менее это так казалось хотя бы. А сейчас это больше не так. Помимо того, что тебе нужно считаться с еще одним человеком и находиться в одном пространстве с ним, вести какой-то быт и принимать какие-то решения. Ну, и плюс это добавляются дети. Это добавляет очень много интенсива. Но опять же, как мы знаем с точки зрения КБВ, ты мне про это много раз рассказывал, это окружающий свет, который на нас давит. В принципе, весь процесс и вся наша цель это выйти на новый уровень. И мы по своей природе, мы очень ленивые. И мы туда не пойдем, если нас не заставят. Если не заставят, да. Поэтому я считаю, что с этой точки зрения могу сказать, что я очень счастлив, я очень доволен, что есть некий механизм, некая система, где мы можем вместе реально шагнуть на свой следующий уровень. Да, со всеми сложностями. Но про это уже все понимаем, что без сложности не может быть. Да, но сложность это в моменте. Ты же не всегда находишься в сложности. Ты же решаешь сложность, правильно? Ты ее преодолеваешь. Но вот после этого, после сложности ты чувствуешь наполнение? Радость? Я когда смотрю на то, что было 3-4 года назад и то, что есть сейчас, да, я вижу, что я реально другой человек. Вот. Вот то, что и требовалось доказать. То есть есть наслаждение от процесса. В процессе иногда реально хочется убежать. Вот. И, ну, на вопрос, счастлив ли сейчас, вот счастлив вот с этой точки зрения, что я, да, вижу, что меня это ведет в лучшее место, и у меня есть вот наслаждение от этого. Не знаю, отвечая то, что требовалось доказать. Не, ну это что? Да, я надеюсь, это звучит позитивно, потому что на самом деле это позитивно. Хоть и в моменте это кажется сложно, но это, да, позитивно, потому что это реально берет нас в другое место. Ну, то есть ты меня не осуждаешь за то, что я сказал тебе женись. Я, ну, не, ну, бывают моменты, конечно, когда я ищу виновных. У Стера есть тоже такая тема. Смотри, кем я была четыре года назад, там, какой красивый, какой прекрасный. Я тоже вспоминаю. Четыре года назад ходил в спортзал, там, ну, все было так классно. А сейчас, вот как мы раньше сказали, да, я чувствую, что хочу немножко время для себя, а прихожу домой, есть там первое, второе, третье, и ты такой выстраиваешься в очередь к самому себе, что там, когда же я могу уделить время себе. И, тем не менее, это очень крутой процесс. На этот момент круче, чем это, я еще ничего не испытывал. Да, напоминает анекдот про этого парня, который очень мечтал жениться, прям очень-очень хотел, очень мечтал, у него были разные такие фантазии, и никак не получалось. И вот, наконец-то, произошел этот день, он нашел ту саму, он красивая свадьба, он женится, вот, и он наконец-то понимает, что такое истинное, настоящее счастье, вот, но уже было поздно. Как Раф любил шутить, что, как можно убить романтику? Жениться. Жениться. Да, да, да. Но это все, это все смешно, но на самом деле, слушай, я тебе говорю, что, да, это действительно кажется, что до этого была свобода, как будто была свобода. Ну реально было ощущение свобода. Не, была свобода, но это была глупая свобода такая. Почему глупая? Ну, потому что ты, да, делал то, что ты хочешь, может быть, мог выбирать, что делать, когда делать, куда ехать и так далее. Ну, окей, ну, знаешь, куда тебя это приводило, ты просто был, а сейчас ты находишься, это тоже, ты говоришь, ты выстраиваешься в очередь к самому себе, но потому что ты взрослеешь, ты со временем способен сказать себе, окей, не сейчас, но потом. Это про сопротивление. Это про сопротивление, и в результате ты понимаешь, что когда тебя, ты начинаешь быть, допустим, ты женишься, у тебя есть дети, у тебя есть жена, ты приходишь после такого сумбурного дня на работе и тебе хочется теперь, не знаю, что хочется, включить PlayStation, посмотреть какую-то программу, ползать в телефоне, не знаю, что тебе хочется сделать. Какая-то тишина. А тебе говорят, а давай поговорим, а может быть, давай я расскажу тебе что-то, давай поговорим, почему ты не говоришь со мной, да. И тебе нужно еще поговорить, еще пообщаться, еще дать свою энергию. А еще есть ребенок, которого, может быть, нужно уложить, или нужно, может быть, помочь ему, там, не знаю, сходить в туалет, неважно что. И ты вдруг, ты понимаешь, а я где? Ты, но, но вот это, вот это то, что, ну, потому что мы уже становимся более взрослыми, духовно, не физически, физически, слава Богу, тебе, я не скажу, сколько тебе лет, не все знают, что ему 70 лет, но я шучу. В сентябре будет. Ставишь себя как будто в сторону, но на самом деле ты получаешь из этого гораздо больше, гораздо больше, чем ты получал когда раньше. Ну, на самом деле я так, я получаю больше. О каком удовольствии тогда идет речь, если мы реально постоянно откладываем и откладываем себя на второй план ради перспективы будущего получается. То есть мы живем в будущем, не сейчас. Ты меня спрашиваешь? Ты же получаешь удовольствие, когда берешь свою дочку двору, там, или Керы на руки, целуешь, там, они, когда они тебя сводят с ума, когда они тебя, ты от этого кайфуешь? От этого кайфую в полной мере, кстати, да. Не завтра, не послезавтра, а сейчас. Однозначно, да. Это то удовольствие, которое я не предполагал, что вообще возможно. Кстати, это интересно, потому что я думал, что я хочу детей. Все, что я видел и трогал до этого, я не даже не мог представить, какое удовольствие это может дать. Ну, это идет там с большим списком обязанностей, конечно же. Удовольствие надо платить. Ну, это правда, да. Но то удовольствие и наслаждение, которое я получаю от детей, оно просто безмерное. Реально. Я те эмоции и наполнение, которые они дают, заряд энергии или там просто посмотреть на фотку с какого-то момента, дает мне… Вау. Да, это да. Вау, это да. Один из комментариев, он объясняет, что когда мы встречаем детей, когда мы берем на руки детей, когда общаемся с детьми, мы на самом деле это как будто встреча с Творцом. Что мы как будто в этот момент встречаем свет, и поэтому мы их так любим, да, пусть они не умеют говорить, мы не знаем, вообще не говорят, там какие-то звуки издают. Ну, вообще иногда люди говорят, вот говорящие, мы с ними, у нас нет такой связи, да, как с детьми, которые ты вот их берешь и хочешь их любить, лелеять, обнимать, целовать и так далее. Чистая энергия. Чистая, да. На самом деле, да, как будто обнимаешь свет. Это очень круто. Поэтому, когда ты получаешь удовольствие. На самом деле, ты часто очень получаешь. Ну, просто, может быть у нас, слава Богу, у нас очень большое желание, поэтому мы хотим, а что еще? Что еще в этом пакете, да? Что еще в этом пакете? Есть еще много, но есть уже здесь и сейчас очень много удовольствия, которые мы получаем. Я, на самом деле, говорил с Ильяу, с нашим учителем. Он мне сказал, запомни, что отношения – это как твое зеркало. Про это вроде, с одной стороны, много говорим. Я у него спросил еще раз. Я говорю, ну, объясни мне лучше, что это значит? Он говорит, что ты в отношениях, по идее, должен в какой-то момент увидеть самого себя, подключиться к своему корню. Вот. Я до конца этого не понимал и, наверное, сейчас начинаю это больше понимать, что иногда мы говорим про то, что вроде как увидеть себя в поведении другого человека или услышать то, что тебе говорит другой человек. А он имел в виду что-то более глубокое, что со временем в отношениях, где как будто твои желания начинаются ограничивать, ну, потому что появляются еще другие люди, он объяснил, что ты можешь реально подключиться к тому, кто ты есть на самом деле, и понять, что ты на самом деле лучше любишь или то, что ты не любишь. То есть именно в отношениях это пробуждается больше. Ты через это можешь понять и подключиться больше к себе. К себе. И после этого он объяснил также, что если вся наша цель – это достигнуть уровня, ну, как говорится в Торе, да, там, возлюбить ближнего, но это только фраза, а вот что это на самом деле имеется в виду. Если мы понимаем, что наша основная цель – это приблизиться слияние с Творцом или, там, достигнуть высшего сознания, влияние сознания над материей, там, кто как это называет, то только в отношениях, в такой сложной работе, где на каком-то уровне мне приходится отменять себя периодически, и мне приходится найти способ и научиться принимать человека, который совершенно отличается от меня. И когда я способен это сделать, то есть, да, это процесс, который может занять всю жизнь, но, в конце концов, через это мы переходим, ну, то, что называется вот самое высокое сознание, там, любовь Творца – это то, что, то есть, мы, Творец – это полные противоречия, различия, противоположности, это желание получить, желание даровать. И он объяснил, что без отношений, ну, легче всего, конечно же, уйти. Я очень много рассуждал по этому поводу. Но тогда мы отключаемся от нашей цели. Потому что, если наша цель – достигнуть такого высокого сознания, то только в отношениях мы можем через принятие другого человека, принятие человека, который так отличается от нас, достигнуть этого сознания и достигнуть нашей цели, в принципе, раскрыть наш потенциал. Ну, такое вот озарение от Илья и Ордени. Но ты не сказал, что ты начинаешь лучше знать, лучше понимать себя, да, лучше знать, чего ты хочешь. Ты сказал, что ты стоишь в очереди к себе, а на самом деле, да, ты начинаешь лучше понимать или стремишься понять вот чего… что я люблю, что мне нравится, что мне не нравится. На самом деле, у тебя лучше появляется связь с собой. Да, все глупости отлетают просто. Не остается время на все глупости, а все настоящие вещи остаются, то есть выстраиваются приоритеты по-другому. То есть ты доволен, что я сказал тебе женись? Однозначно да. Слушай, я чувствую, мы полноценно не закрыли эту тему, было очень классно пообщаться, но я бы встретился, поговорил бы еще и раскрыл бы эту тему еще глубже или, может быть, затронули какие-то другие аспекты, до которых мы не дошли сегодня. С удовольствием, вообще было хорошо, что наконец-то смогли встретиться, так долго планировали, сфокусироваться, посидеть. Спасибо. Будем ждать вот таких событий.